Одинаковых отделов поясницы. И здесь, и здесь. Вот мы смотрим. Это КТ-исследование, это МРТ. На МРТ мы видим полностью позвоночник, межпозвоночные диски, спиной мозг, мягкие ткани. То есть мы, по сути, видим абсолютно все, что мы могли бы здесь увидеть. Только черно-белое, а цветных методов пока нет. Здесь мы фактически видим только какие-то оттенки черного. И эти оттенки черного, они происходят только практически от костей. Здесь вот, опять же, мы видим межпозвоночный диск. Он такой красивый, внутри можно рассмотреть. Здесь мы можем рассматривать только маленькую-маленькую тень. И врач, на самом деле, обладает теми же глазами, что и обычный человек. И он тоже видит маленькую тень, которую очень тяжело рассмотреть, которая еле заметная. Вот этот межпозвоночный диск тоже, он может быть вот таким вот, как здесь. Но на самом деле он может быть в данный момент, то есть быть большая грыжа. И здесь практически ничего не видно на КТ, потому что эта грыжа еще мягенькая, и ее незаметно, пока она мягкотканная. В чем смысл? Здесь используется магнитное поле. Это абсолютно безвредно. Мы в последнее время даже назначаем иногда беременную проводить по показаниям. Это очень вредно. Согласно некоторым мнениям, сопоставимо с 200 рентген-снимками. То есть берем одно это, оно сопоставимо, как 200 рентгенов сделать. Практика. Согласно последней практике в Штатах, за назначение КТ, когда можно было делать МРТ, уголовное наказание для врача. То есть, что вы понимали, когда мы можем безвредно сделать, мы делаем безвредно. Когда он несет вред, мы должны его как бы избегать. Поэтому старайтесь сделать МРТ. Это безопасно, это безвредно и абсолютно нормально.